МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии телеканала Север Ирина Никешина в эфире программа «Законодатели». Программа о тех, кто принимает важные решения в интересах региона и его жителей. Еженедельно по средам в нашем вечернем эфире мы рассказываем вам о работе депутатского корпуса собрания депутатов Ненисского автономного округа в этом выпуске. В Наринмаре состоялись публичные слушания по проекту окружного бюджета на предстоящие три года. К проекту поступило порядка 20 вопросов, в том числе 13 вопросов от жителей округа. Депутаты окружного собрания приняли участие в очередном заседании Согласительной комиссии по арктическим законопроектам. В частности, речь шла о государственной поддержке предпринимательской деятельности в арктической зоне. Община КМНС получит окружную поддержку, денежные средства пойдут на улучшение материально-технической базы, в частности, на покупку снегоходов. В Наринмаре прошла акция «Белая трость». В ее рамках люди с ограничениями по зрению, а также депутаты окружного собрания, горсоветы и общественники вышли на городские дороги, чтобы привлечь внимание автомобилистов к людям с белой тростью. В Наринмаре состоялись публичные слушания по проекту окружного бюджета на предстоящие три года. Законопроект был подготовлен администрацией региона и внесен в собрание депутатов округа 18 октября. Замечания и предложения по проекту окружного бюджета принимались заранее в письменной форме. Всего поступило порядка 20 вопросов, в том числе 13 от жителей округа. Проект окружного бюджета на предстоящие три года представила руководитель Департамента финансов и экономики Ениницкого округа Татьяна Лагвиненко. По словам вице-губернатора, основными направлениями и задачами бюджетной политики на 2020 и 2022 годы является выполнение национальных и региональных проектов, обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджетной системы в условиях ограниченности финансовых ресурсов, в том числе сокращение дефицита и государственного долга окружного бюджета. На 2020 год 2 с лишним миллиарда уже запланировано на нацпроекты. Но самые крупные – это, конечно, дороги, образование, здравоохранение, демография. Но если говорить в целом, то на сегодня запланировано у нас финансирование 29 рекопроектов в рамках 9 национальных проектов. В этом году у нас было 28, поэтому мы уже увеличиваем количество рекопроектов, финансируемых из федерального бюджета. Но всего у нас 47 рекопроектов, которые будут включаться постепенно по годам. Детальный заместитель губернатора рассказала о доходной и расходной частях окружного бюджета. В проекте закона основные параметры окружного бюджета на 2020 год составляют доходы 16 миллиардов 744 миллиона рублей, в том числе безвозмездные поступления из федерального бюджета – 901 миллион рублей, расходы – 19 миллиардов 45 миллионов рублей, дефицит – 2 миллиарда 300 миллионов рублей или 14,5%. Наибольшую долю в доходной части бюджета занимают доходы в виде доли налога на имущество организации – 37%. Следующие по величине – доля прибыльной продукции от Харягинского месторождения – 29% и налог на прибыль организации – 21%. В общей структуре расходов окружного бюджета наибольший удельный вес в 2020 году составляют расходы по разделам образование – 27%, национальная экономика – 22%, социальная политика – 18%, жилищно-коммунальное хозяйство – 9% и здравоохранение – 8%. Таким образом, 57% удельного веса объема расходов окружного бюджета приходится на социальную сферу, 43% занимают прочие сектора экономики. В ходе публичных слушаний депутаты задали докладчику ряд вопросов. В частности, председатель окружного собрания Александр Лутовинов интересовался привлечением федеральных средств. Как пояснила Татьяна Лагвиненко, каждый департамент проводит работу по своему направлению с профильными министерствами и первоначально заложенная субвенция с федерального бюджета – 900 млн. рублей – должна в 2020 году увеличиться. В качестве резерва, вообще-то, для увеличения поступления федеральных средств мы, конечно, вправе рассчитывать. Поэтому, наверное, когда мы будем заслушивать департамента, я полагаю, что вот эту составляющую финансовую тоже надо иметь в виду. Это как раз тоже есть один из механизмов покрытия дефицита окружного бюджета. Ряд вопросов касался здравоохранения. Планируется ли обновление окружной больницы медицинского оборудования и, в частности, приобретение МРТ в 2020 году? У нас в 2019 году уже прошло значительное обновление парка медицинского оборудования медицинских организаций, в том числе и Нинской окружной больницы. Было закуплено всего 585 единиц медицинского оборудования. На реализацию мероприятия затрачено порядка 202 млн. рублей. В 2020 году эта работа будет продолжена. Вопрос по приобретению МРТ практически уже решен. То есть, согласие получено, что необходимо приобрести. Сейчас мы изучаем коммерческие предложения и возможности территории медицинской организации, куда можно поставить модуль. Он будет стоять отдельно, вынесенный от медицинской организации. Также народных избранников интересовал вопрос строительства специализированного жилья на селе и в целом разработка комплексного развития территории. На федеральном уровне есть государственная программа комплексного развития сельских территорий. Когда будет разработана у нас региональная программа. Если не разработана, то когда будет разработана, это первое. И основная проблема, это, конечно, жилье. Мы говорим о том, что у нас нет жилья специализированного, поэтому не едут специалисты. Поэтому у нас приходится, значит, 9, 10, 11 класс, ребята приезжают сюда в город. И таким образом у нас в последующем не будет развития села. Поэтому мне бы хотелось все-таки понять, когда будет программа. Это первое. И второе. Какое строительство специализированного социального жилья и вообще жилья будет запланировано в сельских населенных пунктах. Что касается строительства жилья, то я в докладе отметила, что пока предусмотрено у нас в 2021 году 12 квартир Варник, Коротайка. А в целом эта работа ведется, что касается программы развития сельских поселений. На сегодняшний момент у нас ее нет. Она закончила свое действие в 2015 году. Департамент АПК над ней работает. В ходе слушаний были озвучены вопросы, направленные гражданами. Предложения касались предоставления жилья и индексации соцвыплат на ремонт домов и квартир ветеранам боевых действий. А также компенсации расходов на зубопротезирование для этой категории граждан. В числе тем обеспечение новогодними подарками учащихся среднего звена. Возврат бесплатного питания в школах и бесплатного дополнительного образования для всех категорий детей. На все озвученные вопросы представители органов исполнительной власти дали разъяснения. Кроме того, по словам председателя Комитета окружного собрания депутатов Максима Арбузова, по каждому вопросу будет дан письменный ответ. В соответствии с окружным законодательством, все поступившие предложения будут рассмотрены на комиссии при обсуждении проекта окружного бюджета, подчеркнул Максим Арбузов. По результатам публичных слушаний приняты рекомендации. Они будут направлены к губернатору округа, опубликованы в газете «Неарена в Индер» и размещены на официальном сайте окружного собрания. Работа над проектом бюджета будет продолжена в рамках заседаний и постоянной комиссии по экономической политике и бюджету. В первом чтении законопроект будет рассмотрен 7 ноября. Руководитель Департамента финансов и экономики НАУ Татьяна Лагвиненко представила на рассмотрение регионального парламента доработанный проект стратегии развития региона до 2030 года. Кроме того, депутаты окружного собрания заслушали отчет об исполнении бюджета Нинецкого округа за 9 месяцев текущего года. Проект стратегии был представлен на заседании постоянной комиссии окружного собрания депутатов по экономической политике и бюджету еще 18 октября. Тогда в ходе работы комиссии парламентарии высказали ряд предложений и замечаний. Так, вице-спикер Матвей Чупров рекомендовал выделить в документе вопросы социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера. Александр Чурсанов обратил внимание на недостаточное внимание в стратегии униципальным образованием округа в части решения ключевых проблем сельских жителей. Председатель комиссии Наталья Кордакова предложила больше внимания обратить на развитие туризма в регионе. После обсуждения стратегии депутаты приняли решение не принимать ее в существующем виде и вернуться к работе над документом в ближайшее время. Во вторник, 5 ноября, вице-губернатор Татьяна Лаквиненко представила на рассмотрение депутатов доработанный проект стратегии развития Нинецкого округа до 2030 года. Проект дополнен разделом 5.14 поддержка традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Нинецком автономном округе, создание условий для формирования устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера на основе укрепления их социально-экономического потенциала при сохранении исконной среды обитания, традиционного образа жизни, культурных ценностей и устойчивого экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера. Кроме того, по словам Татьяны Лагвиненко, стратегии развития региона предусмотрены распространение национальных видов спорта Ненецкого округа. Потребность развития внутреннего рынка кормов в разделе «Новые отрасли» в Ненецком автономном округе обоснована необходимостью роста производства молочных продуктов на территории округа. Ежегодно на 2,1 тысяч тонн, необходимого для обеспечения соблюдения рекомендуемых Минздравом России нормативов потребления на человека. В свою очередь, развитие молочного животноводства неразрывно связано с развитием кормовой базы на территорию округа с целью снижения расходов по доставке кормов из других регионов. После обсуждения проекта стратегии развития региона перешли к обсуждению итогов исполнения окружного бюджета. По словам главного финансиста округа, исполнение бюджета составило по доходам 16 миллиардов 165 миллионов рублей или 102 процента к плану 9 месяцев. По расходам 15 миллиардов 409 миллионов рублей или 89 процентов к плану за январь-сентябрь текущего года. Таким образом, окружной бюджет за текущий период исполнен с профицитом в сумме 756 миллионов рублей. Вопросы, рассмотренные на заседании постоянной комиссии по экономической политике и бюджету, будут вынесены на предстоящую сессию, которая состоится в четверг, 7 ноября в 10 часов. Прямую трансляцию сессии можно посмотреть на официальном сайте окружного парламента и на телеканале «Север». Депутаты окружного собрания приняли участие в очередном заседании Согласительной комиссии по арктическим законопроектам. В частности, речь шла о согласовании предложений и замечаний в проект федерального закона о государственной поддержке предпринимательской деятельности в арктической зоне. Мероприятие организовано Минвостокразвития России в режиме видеоконференц-связи. В состав комиссии вошли представители законодательных органов девяти субъектов. От нашего региона в работе комиссии участвовали вице-спикер Максим Арбузов, окружные депутаты Наталья Кордакова и Александр Чурсанов, а также заместитель губернатора, руководитель Департамента финансов и экономики НАУ Татьяна Лагвининко. По словам Максима Арбузова, почти все предложения Нинецкого округа учтены. В разговоре с заместителем министра Минвостокразвития России Александром Крутиковым вице-спикер регионального парламента предложил обратить внимание на начисления на суммы страховых взносов. Дело в том, что рабочее место на крайнем севере в Арктике для нашего предпринимателя находится почти на 50% дороже, чем на большой земле. И, соответственно, им сложнее конкурировать, рабочие силы стоят дороже. Возможно, привозы людей на работу вахтовым методом. Я имею в виду не только вахтовики, которые платят на углеводородных месторождениях, но в том числе и обычная сфера услуг. Чтобы этого избежать и больше на работу брать местное население, предложили федеральному центру поработать программу либо снести эти отчисления, либо сусидировать. Сейчас наше предложение не отвергнуто, оно принято, но идет обсуждение, какие механизмы будут для этого использоваться. В свою очередь Александр Крутиков отметил, что необходимо проработать совместно данный вопрос. Возможно, будет найдено решение. Может быть, в этой ситуации лучше пойти не путем льгота, а путем субсидий, сказал он. Еще одно предложение ненецких законодателей касается предоставления субъектам Российской Федерации право самостоятельно определять размер льгот по региональным налогам, налогу на имущество организации и земельному налогу. Стоит отметить, что указанные налоги зачисляются соответственно в бюджет Ненецкого автономного округа и бюджеты муниципальных образований и составляют большую часть доходных статей бюджетов. Очередное заседание Согласительной комиссии по арктическим законопроектам состоится в первой половине ноября. Община КМНС получит окружную поддержку. Вице-спикер Матвей Чупров принял участие в заседании конкурсной комиссии на право получения в этом году грантов из регионального бюджета семейным родовым общинам коренных малочисленных народов Севера в НАУ. Всего на предоставление грантов предусмотрено более 3 миллионов рублей. Всего в адрес окружного департамента внутренней политики поступило 16 заявок. В результате рассмотрения обращений ненецких общин комиссия решила одобрить все поступившие заявки. Окружную поддержку получат общины Вытут, Апседа, Виндер, Ялун, Цармик, Варк, Иллипс, Нерута, Апседа, Лимбия, Сявта, Маранга, Северное Сияние, в том числе и новые общины Мяттер, поселок Устькара, Тарем, село Ома, Вита, поселок Индига. Денежные средства пойдут на улучшение материально-технической базы, в частности на покупку снегоходов, сообщил специалист департамента Анатолий Талеев. Отмечу, что гранты семейным и родовым общинам предоставляют в рамках реализации государственной программы НАО «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера» в Ненецком округе. Помощь из бюджета округа получает община коренных малочисленных народов Севера, деятельность которых связана с сохранением традиционного образа жизни и развитием новых форм хозяйствования. Благодаря поддержке окружного бюджета общины для введения своей хозяйственной деятельности могут приобрести вездеходы, снегоходы, обновить чумы, закупить национальную одежду. В собрании депутатов состоялось заседание наградной комиссии, которая рассмотрела кандидатуры для награждения почетной грамотой собрания депутатов НАО. Ходотайство о награждении представили по своим квотам депутаты Александр Лутовинов, Матвей Чупров, Максим Арбузов, Александр Чурсанов, Андрей Смыченков, Ольга Карпова, Михаил Райн и Николай Запалов. Также свои представления направили окружные предприятия и организации «Издательский дом НАО», «Наринмарский морской торговый порт», «Наринмарская электростанция», «Средняя школа номер 4» с углубленным изучением отдельных предметов, «Основная школа поселка Усть-Кара», «Средняя школа поселка Красный», «Детский сад Семицветик». В результате обсуждения парламентарии приняли решение согласовать 23 кандидатуры из 27 представленных и вынести их на рассмотрение очередной сессии. Напомню, ходотайство о награждении почетной грамоты принимается при условии наличия у кандидата одной из наград органов государственной власти, органов местного самоуправления, ведомственных наград, либо благодарственного письма собрания депутатов НАО. Кроме того, данные награды у достойных жителей региона за вклад в развитие законодательства округа, обеспечение прав и свобод человека и гражданина, укрепление демократии, развитие и становление местного самоуправления, формирование и реализацию социальной и экономической политики в округе. Также за многолетний добросовестный труд, не менее 20 лет работы на территории Ненецкого округа и за активную общественную деятельность. На заседании комиссии по социальной политике под председательством Анны Булатовой депутата окружного собрания рассмотрели вопрос об оказании, медицинской гириатрической помощи жителям региона. Подробную информацию представил руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Сергей Сверидов. Отмечу, что порядок оказания медицинской помощи по профилю гириатрия утвержден Министерством здравоохранения России. Гириатрия представляет собой систему МИР по оказанию медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста для захоронения и восстановления их способностей к самообслуживанию, физической и функциональной активности, и зависимости от посторонней помощи в повседневной жизни. Медицинская помощь в этом случае оказывается в виде первичной специализированной медико-санитарной помощи, специализированной в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. В Нянистской окружной больнице гириатрический кабинет открыт в прошлом году, он полностью укомплектован штатами. За первые 9 месяцев этого года в больницу поступило 60 человек, которым необходимо было оказать высокотехнологичную медицинскую помощь. Из них 38% заболели по профилю сердечно-сосудистой хирургии, 33% – травматология, 20% – онкология. Кроме этого, проводится диспансеризация населения старше трудоспособного возраста. Как пояснили в профильном ведомстве, идет подготовка к всероссийской диспансеризации взрослого населения, которая будет проходить на базе Нянистской окружной больницы и центральной районной поликлиники Заполярного района. Представители департамента рассказали о том, что в перспективе создание в регионе специализированного учреждения хосписа для маломобильных пожилых людей и лежачих больных, которым требуется внимание и уход со стороны медицинского персонала. В Наридмаре прошла акция «Белая трость». В ее рамках люди с ограничениями по зрению, а также депутаты окружного собрания, горсовета и общественники вышли на городские дороги, чтобы привлечь внимание автомобилистов к людям с белой тростью. Валерий Русановский участие в акции, которая проходит более 30 лет, принимает уже третий год подряд, отмечая, что внимание к проблемам людей с ограничениями по зрению в рамках проводимого мероприятия на дорогах города необходимо привлекать чаще, чем раз в год. Я вообще такое мнение, чтобы эта акция проходила не раз в год, а можно два раза в год, три раза в год, потому что молодые люди, вот только-только на права сдали, которые, они даже и не знают некоторые. Вот у меня 25-го числа, вот я вечером шел с РСУ, переходил через дорогу, помимо перехода, и меня чуть-чуть не сбила машина. Хотя я шел с этой палочкой, все, как положено, я махнул палочкой, пришел, так он мне чуть палочку не сбил, трость не сбил, меня из рук не вырвал. Всего в местной организации Вестероссийского общества слепых состоит 110 человек. Как отметил депутат окружного собрания Александр Чурсанов, забота о незрячих людях – это задача не только власти, но и общества. И мы знаем, что современные технологии не стоят на месте, да, это и электронные средства, помощи для данной категории граждан изобретаются. Но прежде всего, прежде всего, мы должны сами обращать более пристальное внимание, да, еще раз повторюсь, что учить детей толерантности таким людям, ну и помогать им, просто помогать. Также в рамках акции юные инспекторы дорожного движения раздали водителям памятки с информацией об акции «Белая трость». Это была программа «Законодатели». До встречи в эфире на телеканале «Север» на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова